Это не представляет смысл. Это хорошо, я считаю. У нас есть еще звонок. 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы звоните? Здравствуйте, вы меня слышите? Да, как вас зовут? Меня зовут Дарья, я звоню с Люберец. Я не знаю, может быть, я не по теме, я включила недавно, в самом начале слышала. Но меня возмущает, вот разрешите этот вопрос, в квитанции из ЖКО насчет счетчиков воды пишут, вместо проверки пишут поверка. Что же это такое за слово поверка? Ну какое безобразие? Какой человек или группа людей глупых? Хорошо, спасибо вам за вопрос. Слово поверка, которое действительно часто возникает, когда речь идет о счетчиках, и, как мне кажется, это какой-то термин, который употребляется. Да, конечно, термин. Это, безусловно, слово, которое употребляется в терминологическом абсолютно смысле, в таком официально-деловом стиле. И, конечно, к нашему общелитературному языку или, не знаю, общенародному языку имеет такое косвенное отношение. Да, они вот его используют, это слово, но некоторых возмущает. Может, справедливо. Вот словарь синонимов, например, дает нам поверку как синоним слова испытания. Можно ли это употреблять в этом значении? А еще есть выражение «на поверку все оказалось гораздо проще, чем думалось». Вот, это, кстати, «на поверку все оказалось проще» — это фразеологизм. О фразеологизмах говорим сегодня в программе «Речевой оборот» вместе с доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Васильковой. Вернемся через несколько минут и продолжим наш разговор. Речевой оборот. Следим за языком, расширяем словарный запас и обсуждаем главные тренды российской и мировой лингвистики. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня у нас в гостях доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Наталья Василькова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о фразеологизмах, о крылатых словах, и призываем вас звонить и высказывать свое мнение. Какие выражения крылатые вызывают у вас вопросы, какие вам нравятся, какие вы употребляете чаще всего. 8 800 700, ровно 5 8 9 8, телефон прямого эфира. И у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните? Здравствуйте. Вот вы ведущий и говорите номер телефона, а 8 800 700 ровно. Как понять 700 ровно? Не идет 702 или 703. Как вас зовут, откуда вы звоните? Почему добавляют ровно? Спасибо за вопрос. Уже задавали как-то в одной из прошлых программ нам этот вопрос. Но здесь, я думаю, что ответ очевиден, поскольку, если мы не будем добавлять слово ровно, да, я соглашусь, что звучит, может быть, не очень корректно, но так мы понимаем, что речь идет о числе 700. Потому что если мы скажем 758, то, может быть, кто-то поймет это как число 758. Мы говорим...